Добро пожаловать на «Мировое влияние». Сегодня мы поговорим на тему, которая близка мне. Это поколение Z. Это новое поколение, которое я считаю самым классным поколением в истории мира. Сегодня мы поговорим о Божьем призыве этому поколению быть верными. Я рад изучать Библию. Оставайтесь с нами. Я верю, что это важное учение Бога наполнит ваше сердце. Бог всегда просит нас и призывает посвятить жизнь Ему. Он просит нас использовать шансы, которые Он дает. Смотрите учение о верности. Сегодня я вышел на связь со студентами Университета Орла Робертсом. Мы поговорим с ними о верности, и их ответы пригодятся вам. Я в этом уверен. Будьте с нами, и вы услышите этих замечательных людей поколения Z. Всем привет. Мы говорим о поколении Z, которое верно Богу. Или о поколении, которому нужно посвятить жизнь Христу. Итак, Матео, сегодня мы начнем с тебя. Твои ровесники боятся идти за Богом. Это так или нет? Да, вы совершенно правы. То, чему мы можем посвятить себя, может быть грандиозным и при этом возвышенным. Но везде есть свои испытания, свои сложности. Мое поколение не решается посвятить себя тем или иным целям из-за тяжелых обстоятельств. Не всегда нужно на все реагировать. Я вижу, что многие люди говорят истину во имя любви, но не всегда говорят эту истину в любви. Я понимаю, что нам тоже нужно действовать. Порой мы ждем разговоров, которые по-настоящему устроены Богом. Вы знаете, что Он вас послал и побуждает вас говорить. В основном тебе сразу «Все, ты больше в этом не участвуешь, я больше не могу с тобой общаться». А мы продолжаем просить Бога о Его благодати. Это очень интересное явление. Но есть кто-то, кто при этом отвечает. Матео, расскажи, почему ты готов отдать Иисусу всю жизнь и доверяешь Ему ее. Он попросит тебя сделать что-то трудное, наверняка. Да, доктор Уилсон, я размышлял об этом, молясь сегодня рано утром. Я люблю Господа с 10 лет. Когда мне было 6 лет, Бог сделал чудо. Я смотрел порнофильмы. Я не мог освободиться от этого. Как бы я ни старался, я оставался рабом греха. Господь Иисус сокрушил мое сердце. Я плакал перед Иисусом Христом, потому что Евангелие приносит свободу. И Иисус дарит нам свободу. Он дал нам Святого Духа, как попутчика, чтобы мы оставили свой грех. И тогда я действительно оставил свой грех. Когда наша плоть начинает бунтовать и требовать свое, нам начинает казаться, что нам трудно бороться с ней, что мы не победим, но нам следует умереть для себя. И тогда мы оживем для Бога. Мне кажется, что мы совершили некий прыжок из одного духовного опыта в другой духовный опыт. Однако мы зачастую недооцениваем силу таких простых повседневных решений, как смирение и терпение. Я понимаю, что нам тоже нужно действовать. Давайте проведем аналогию. Брак пугает ребят из поколения Z. «Каролин говорил о страхе, что заставляет вас говорить «да» сегодня и посвящать жизнь исполнению воли Бога». Поведайте. Поколение Z увлекается очень многими вещами. Однако, видя социальную несправедливость, они всегда стараются высказаться по этому поводу. Я думаю, что жизнь будет сложной, трудной, но не сдавайтесь. Если Бог, который всегда с вами во всех проблемах и ситуациях, в какой бы ситуации вы ни оказались, никогда не сдавайтесь. Я расскажу о том, как найти красоту в несовершенстве. Мы несовершенные люди. Нас раздражает что-то. Посмотрите на то, как мы ходим на свидание. Тебе что-то не нравилось, и ты прерываешь отношения. Стопроцентная верность — это когда ты видишь красоту, даже если человек несовершенен. Ищите этого, достигайте совершенства внутри. В основном тебе сразу. «Все, ты больше в этом не участвуешь, я больше не могу с тобой общаться». А мы продолжаем просить Бога о Его благодати. Это очень интересное явление. Аминь. Хорошо, вы молодцы. Супер, с Богом. И вам, доктор Уилсон. Всем вам хорошего дня. Я рад слышать истории студентов на тему верности. Я вернусь к Слову Божьему, и мы посмотрим на верность поколения Z. Будьте с нами. Сегодня наша тема посвящена верности. Мы говорим о поколении Z. Мы говорим о поколении, рожденном в 1995 году. И о посвящении жизни Богу. Я верю, что это поколение посвятит себя Христу. Они увидят великое служение Господа Иисуса Христа к их поколению. Давид пишет «Уповай на Господа и делай добро». Живи на земле и храни истину, утешайся Господом. И Он исполнит желание. Придай Господу путь твой и уповай на Него. И Он все устроит. Этому поколению даны возможности. При этом возникает потребность в верных людях. Бог призывает молодежь начать служить Ему и посвятить жизнь. Если молодежь послушается Бога, то Он благословит их. Мы снимаем серию программ о поколении Z. Мы рассматриваем героев Библии и берем сюжеты и уроки из их жизни для этого поколения. Сегодня мы обсудим судьбу малоизвестной героине Ветхого Завета. Ее звали Сепфором. Сепфора была мадионитянкой. Она была дочерью Иофора, кочевника и священника, знавшего Бога. Она познакомилась с Моисеем, когда тот бежал из Египта. Моисей был воспитан в доме фараона как царский сын. Он понял, что его судьба — освободить евреев. Он был убив египтянина. Прошло 40 лет, и он блуждал по пустыне. Он услышал, как пастухи гнали прочь девушек от колодца, когда девушки хотели напоить скот. Среди тех девушек была Сепфора, дочь Иофора. Моисей заступился за них. Он помог им и стал героем для них. Он прогнал бродяг и напоил скот. Дома у Сепфоры он познакомился с Иофором. В итоге Иофор отдал Сепфору ему в жены. Моисей жил в пустыне, пася скот и Афора и заботясь о своей супруге. У них родилось двое детей. Казалось, этот брак заключен на небе. Это был роман с Сепфорой в пустыне. Кажется, что они будут жить с долгой и счастливым. Однажды Моисей увидел горящий куст. Моисей увидел, куст горит, но не сгорает. Он подошел к кусту, и Бог попросил его снять сандалии. Моисей сделал это. Бог напомнил Моисею о призвании. Ему надлежало вернуться в Египет, освободить евреев из рабства и ввести их в Ханан. Когда Моисей вернулся домой к Сепфоре, она услышала откровение. Она поняла, что она замужем за человеком с призванием от Господа. У Моисея особая судьба. Бог потребовал от Моисея проявить преданность. Это стало новостью для Сепфоры. Это потрясло ее. Как же ей ответить? Ее муж Моисея получил служение. Поэтому ей придется оставить дом и свою родину. Ей придется приехать в Египет, где она не была. Ей придется вступить в духовную войну для освобождения евреев от египетского рабства. Сепфора решила быть верной Богу. Она выбрала служить вместе с Моисеем и остаться с ним как верная жена. Что же было, когда они шли в Египет? Это необычный отрывок, который находится в четвертой главе книги «Исход». Давайте прочитаем. «Дорогой на ночлеге встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня», и Бог отошел от него. Тогда сказала она «Жених крови по обрезанию». Она посвятила себя служению с Моисеем на чужбине и вступила в духовную войну за свободу евреев. Также Сепфора приняла решение идти по стопам Авраама, а не только своего отца Иофор. Это было важно, потому что в тот момент Бог собирался убить Моисея. Это необычный стих. Бог призвал Моисея, но в итоге он решил убить Моисея. Почему? А потому что дети Моисея не прошли обряд обрезания. Моисей возвращался, чтобы освободить детей Авраама. Но сам не посвятил себя и своих детей завету Авраама. Для этого требовалось обрезать мальчиков. Это внешний знак завета Авраама. Он был нужен, чтобы стать израилетянином и иудеем. В ту минуту Сепфора приняла решение посвятить жизнь Богу. Она обрезала сына и кинула крайнюю плоть к его ногам. Она сказала, «Ты кровавый жених для меня, но я все равно буду с тобою». Она пошла за Моисеем в Египет. Господь часто просит нас посвятить себя ему. Исполнение призвания причиняет нам боль и создает трудности и неудобства. Сепфора — это символ поколения, от которого требуется такая посвященность. В Библии есть примеры посвященности. Во все времена Бог просил людей проявлять верность для исполнения его воли. Другой пример верности мы видим в Новом Завете. Это Тимофей, который похож на современных ребят из поколения Зепп. Он жил в Дервии. Он был верен Богу и его уважали. Павлу нужен был человек для миссионерского путешествия. Он приехал в Дервию. Старейшины порекомендовали ему Тимофея. Давайте прочитаем об этом из Деяний. Дошел он до Дервии и Листры. Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеинка, а отец — Елен, и о котором свидетельствовали братья. Его пожелал Павел взять с собой. Он обрезал его ради иудеев, находившихся там, ибо все знали, что его отец Елен, Тимофея, воспитала мать еврейка и отец грек. Он не был обрезан, как настоящий иудей. Павел находит Тимофея, о верности которого он наслышан. Он попросил его, «Я хочу, чтобы ты совершил со мной миссионерское путешествие». Тимофей очень обрадовался, когда услышал такую новость. Он любил Иисуса. Ему выпал удивительный шанс. Он станет частью миссионерской команды апостола Павла. Павел сказал, «Нужно сделать посвящение. Тебе нужно обрезаться». Если бы современных студентов попросили совершить путешествия, которые изменят историю, то они приняли бы предложение с радостью. Наши студенты закричали бы, «О, да! Я действительно хочу творить историю и менять этот мир». Однако в этом предложении есть маленькая приписка. От вас потребуется согласие на болезненную операцию на половом органе. Тогда желающих ехать стало бы меньше. «Господь сказал Тимофею, посвяти свою жизнь, обрезавшись». Итак, молодой Тимофей соглашается на болезненный обряд обрезания. Ему было нелегко. Это причинило ему боль. Ему пришлось переносить боль после раны на детородном органе. Но он подчинился Богу. У Тимофея было много вопросов. Он поехал к язычникам возвещать о ненужности обрезания. А от него требуют обрезания. В чем смысл всего этого? Ему пришлось посвятить себя, чтобы у него появилась возможность от Господа. Тимофей прошел этот обряд. Вы знаете, что было дальше? Библейские праведники посвящали себя Создателю. И все для того, чтобы изменить мир. Не переключайтесь. Мы продолжим беседовать о поколении Зет, о верном поколении. Вы узнаете о юноше, посвятившему себя Богу. Сегодня мы говорим о поколении Зет, о верном поколении. Мы с вами беседовали о Сепфоре и Тимофее. Мы говорили об их верном исполнении воли Бога. Кто-то сказал, в Царстве Бога нет легкой работы. В 21 веке Господь требует от нас настоящей преданности при исполнении Его воли. Выпускник нашего университета Джон Аллен Чау следовал за Христом преданно и от всей души. В 18-м году он совершил путешествие с целью принести Евангелие индейцам с северного Сентенельского острова. Территория находится под защитой Индии. Власти страны не позволяют приезжать туда. Сентенельцы считаются одним из народов, которые, скорее всего, не слышали Евангелие Иисуса. Никто не говорит на их языке. На их остров невозможно попасть. У них нет контактов с христианами. Будучи подростком, Чау услышал призыв Бога благовествовать недостигнутым. Он решил служить народу, который, скорее всего, никогда не слышал Евангелие. Это сентенельцы. Чау начал готовиться. Он тренировался в любую погоду. Он жил в одиночестве, на природе. Он прочел много книг и изучил опыт миссионеров прошлого. Он изучал жизнь Брюса Олсона, который проповедовал Евангелие индейцам Колумбии. Все племя покаялось. После проповеди Брюса Олсона, планируя поездку к аборигенам северного Сентенельского острова, Джон принял некоторые наработки Олсона. Осенью 1918 года Джон добрался до соседнего острова. Он нанял человека для того, чтобы доплыть. Джон Чау знал об опасности своей затеи. В прошлое десятилетие сентенельцы убили всех, кто приезжал на остров до Чау. Но Джон Чау пошел на этот риск. Он был верен Богу. Перед вылетом он написал письмо семье. Я считаю, что мне необходимо благовествовать этому племени об Иисусе. Если они убьют меня, не обижайтесь на них. Лучше живите послушно, исполняя волю Бога. Мы еще увидимся. Не уговаривайте меня вернуться. Скоро это племя примет спасение. Я жду, не дождусь, пока увижу их у Божьего трона, славящими нашего Господа. Я люблю вас. Любите Иисуса Христа больше всех остальных. Слава только Богу, ваш Джон Чау. Сентенельцы убили миссионера Джона Чау утром. В течение двух дней он пытался добраться до них. Одна из стрел попала в его Библию. Он вернулся к лодке, а потом подошел к ним снова. Во время последней попытки установить сконтакт, он понял, что его убьют. Он пытался донести им весть о Христе. И он написал другу, «Мне кажется, я умру». До встречи. Победит тот, кто придет в рай первым. Аборигены убили Джона, когда он пытался достучаться до их сердец. На следующее утро моряки, проплывавшие мимо этого острова, увидели тело человека. Это было тело Джона Чау. Чтобы исполнить призвание Бога и проповедовать Евангелие, Джон был готов пожертвовать собою. Он пролил кровь за сентенельцев. Однажды Бог ответит на его молитву, и эти люди спасутся по благодати. Джон — представитель нового поколения. Это смелое поколение. Оно готово победить свои страхи и посвятить себя исполнению воли Бога. Поколение Z займет свое место в истории Евангелия и Библии. Оно исполнит волю Бога, несмотря ни на что. Оно будет следовать за Ним. Оно будет жить, как этот шотландский юноша Роберт Моффетт. Говорил о тысячах деревень, где никогда не было миссионеров. Этот юноша ответил на призыв Бога. Он был миссионером, первопроходцем в Африке. Дэвид Ливингстон был миссионером. Он преодолевал трудности и был в опасностях. В поисках истоков Нила он совершил четыре путешествия, преодолев почти 47 тысяч километров. На него могли напасть местные племена. Его дочь и супруга умерли, помогая ему в миссии. Мир не слышал от него вестей шесть лет. Нью-Йорк Геральт отправила Генри Стэнли на поиски Ливингстона. Стэнли нашел его и сказал, «Полагаю, вы, Ливингстон...» Видя больного миссионера, он уговаривал его вернуться в Шотландию. Ливингстон отказался, сославшись на свое служение. Он исследовал Африку и проповедовал. После прощания со Стэнли, и за год до своей смерти Ливингстон сделал запись в своем дневнике. Он прожил 59 лет в Африке. «Мой день рождения. Мой Иисус, Ты царь. Ты моя жизнь. Господь, я снова посвящаю жизнь Тебе». Ливингстон умер, стоя на коленях и молясь за Африку. Команда его служителей похоронила его сердце в Африканской земле, а тело отправила в Великобританию. В зомбийской деревне Читамбу стоит памятник на месте захоронения сердца шотландского миссионера Дэвида Ливингстона. Дэвид Ливингстон отдал все свои силы и сердце Африки. Поэтому его сердце похоронили там. Он считается самым выдающимся миссионером в Африке. Сегодня Небесный Отец призывает нас, новое поколение, посвятить себя Ему и отдать Ему жизнь ради Евангелия Иисуса Христа. А что вы ответите на призыв Бога? К чему стремитесь вы? К какому служению вы посвятите себя, чтобы исполнить волю Бога? Что Бог призывает вас сделать с помощью ваших талантов? Исполняя волю Бога, ты будешь радоваться и останешься в безопасности. Если поручения короля считают честью, то почему поручения царя царей считают жертвой? Не говори «Я жертвую», говори «Привилегия». Тревоги, болезни, страдания и воспоминания об удобствах цивилизации могут заставить нас остановиться и поколебать наш дух. Побеждая это искушение, сразу все это ничто в сравнении со славой, которая будет явлена в нас. Я не приносил жертв Богу. Бог зовет новое поколение отдать себя Ему. Посвятите себя Богу, так же, как Сепфора, Тимофей, Чао и Ливингстон. Посвятите себя Богу. Господь дает вам шанс служить Ему и благовествовать до края земли, каким же будет ваш ответ, к чему вы стремитесь. Эксперты провели опрос подростков и спросили, что мешает вам идти за Христом. Они услышали два ответа. Я не хочу идти за Христом, ведь Он будет указывать мне, куда идти. И второй, я не хочу идти за Иисусом, потому что Он укажет мне, с кем вступить в брак. Если вы пойдете за Иисусом, то куда бы Он ни повел вас, для вас настанет время удивительных возможностей. Господь Иисус поможет вам пройти все. Бог знает людей лучше, чем вы. Попросите Иисуса показать вам, с кем вступить в брак. Если вы молоды или не очень, я приглашаю вас посвятить жизнь Богу и исполнить Его волю. Бог зовет вас из горящего куста Его славы. Сделайте то, о чем Он просит вас. Возможно, Бог призывает вас идти за супругом, чтобы он исполнил служение. В любом случае, Бог просит вас посвятить жизнь Ему, чтобы потрудиться для Него. Главное посвящение — это посвятить сердце Иисусу. Если вы не решаетесь посвятить жизнь Господу Христу и последовать за Ним, то напишите нам на наш веб-сайт. Мы помолимся за вас и за вашу ситуацию. Если вы посвятите себя Небесному Отцу, то вы будете жить перед Его лицом, и Он исполнит ваши желания. Он обещает нам, «Придай свой путь Мне, и Я исполню твои желания». Ведь наше сердце обращено к Создателю, и мы хотим исполнять Его волю. Итак, перестаньте идти в неправильном направлении. Посвятите свое будущее Господу Богу уже сегодня. Напишите мне на сайт и расскажите о том, что Христос сделал для вас. Мне нравится это поколение. Поколение Z удивительно само по себе. Оно посвятит себя Богу и достигнет концов земли Евангелия. Оно изменит мир ради славы Божией. Присоединяйтесь ко мне в молитве и поддержке нового поколения в будущем. Я напоминаю, вы смотрели программу «Мировое влияние». И меня зовут Билли Уилсон. Мы продолжаем. Несмотря ни на что, говорить миру об Иисусе Христе и призываем вас делать то же. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном. Президентом университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру Empowered 21. Миссия — словарное определение, важная цель, поставленная в жизни. Но она должна сопровождаться сильными убеждениями, призванием или профессией. В университете Орла Робертса у нас есть четкая миссия обучить лидеров, вдохновенных Богом, которые повлияют на весь мир. Сейчас наш университет является пионером в технологиях обучения при помощи виртуальной реальности. Если вы ищете свою миссию в жизни, университет Орла Робертса — ваше место. Орла Робертса Орла Робертса В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения, и теперь у нас есть онлайн-занятия. Если вы ищете новый путь, то зайдите на наш сайт.